Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня в меню паэлья негра. Это, пожалуй, моя самая любимая из всех паэльей. Все остальные могут быть вкусные, могут быть ничего так, может быть, ну, ерунда какая-то, в рот не возьмешь. Но это занимает в моем личном рейтинге не просто первое место, а на таком пьедестале, что остальным до них просто не добраться. Относительно недавно готовил это блюдо в очередной раз и наслаждался. Ну и, конечно, выбросил в Инстаграм коротенькое видео, похвалиться. Спросил, надо такое снимать, показывать или нет. Мнения разделились. Кто-то писал, да, конечно, снимай, показывай. Ну, а кое-кто писал, что да нет, зачем, мы все равно таких продуктов нигде не купим. В общем, я колебался. Ну, действительно, чего снимать, если этих продуктов в ближайшем варьке не купить? А потом подумал, черт возьми, на канале сейчас уже больше 300 роликов. И что, вот эти зрители, которые пишут, что в своей округе не могут таких продуктов купить, хотят меня убедить в том, что хотя бы половину рецептов с канала уже приготовили? Ну, ладно, половину, четверть, то есть 75 рецептов, да не спешите меня. Вот давайте на чистоту. Те из вас, кто сейчас пишет или собирается только написать, не надо снимать роликов с необычных продуктов, напишите под этим роликом, сколько уже рецептов вы из канала приготовили. Просто цифру, для статистики. А еще лучше, давайте сделаем так. Всем же интересно будет. У нас условно две группы. Первая, за то, чтобы я показывал ролики из любых продуктов. Вот напишите, я из группы, которая хочет, чтобы ты снимал из любых продуктов. Приготовил столько-то блюд с канала. И вторая группа, я против того, чтобы ты показывал блюда из необычных продуктов. Приготовил столько-то блюд с канала. Интересно? Обещаю, старательно изучу каждый комментарий, а потом отчет сниму. Вам же интересно, как распределяются мнения зрителей канала. Договорились? Но возвращаюсь к нашим баранам. Итак, для приготовления сегодняшней паэлии понадобятся ингредиенты, которые вы сможете купить, пожалуй, что только в MetroCash&Carry. Это была фраза, с которой начинался написанный мной сценарий для сегодняшнего ролика. Однако, как человек ответственный, я решил забраться в интернет, чтобы проверить истинность этого утверждения. Набрал в поисковике чернила каракатицы купить. Вывалилась просто куча ссылок. Просто плати и жди курьера. Набрал купить каракатицу. Та же самая ерунда. Миллион приложений. Решил попробовать попытать удачу с копченой паприкой. Набрал копченая паприка купить. И тут неудача. Никак не отвертеться. Только плати и жди курьера. Короче, если кому-то не так потрепаться, а действительно захочется приготовить сегодняшний рецепт, то задницу оторвать от дивана нужно будет только для того, чтобы открыть дверь курьера. Итак, сегодня понадобятся каракатица, ее чернила, морская рыба, креветки, ну и овощи. Сладкий перец, лук, чеснок, подкопченая паприка, рыбный бульон. Список прочитаем. И самое важное для паэльи. Очень, очень большая сковородка. Дело в том, что для получения очень насыщенного вкуса, паэлья должна готовиться на большой площади в очень маленьком слое. Это самый важный технологический момент паэльи. В готовом блюде каждая рисинка должна находиться в состоянии аль денте, то есть на зубок. Если она разварена в хлам, то это будет уже не паэлья, а каша размазня. Нет, такое тоже в Испании готовится, называется это арос кальдоса. Арос рис, кальдоса это от кальдо, бульон. То есть получается что-то вроде рис бульонный. А в паэлье основная задача, как можно больше вкусов и ароматов запихнуть в каждую рисинку. Однако давайте я начну, а поболтаю уже в процессе. Что ж, время не терять на перестановку камер. Давайте я сначала все нарежу, все подготовлю, а затем уже перейду к процессу обжаривания. Кстати, обратили внимание, присандалил здесь быстросъемное крепление для саму русского магнита для ножей. Очень удобно. Дома-то они у меня нормально стоят, а здесь на улицу как выйдешь готовить, так вечно все здесь по столу болтается, вмешается. Ненавижу, когда не убрано на кухне. А эта штука прям помогает нормально организовать рабочее пространство. Так что спасибо саму Лизу удобства. Ну, из-за ножей, конечно. И рыбы, и каракатиц, и креветок, кроме вот этих вот красных, я все покупал за мороженым. Так что все размораживал долго, медленно и тщательно. Вот креветки чистить не собираюсь. Разрежу панцирь и вытащу оттуда кишечник. Мне важно, чтобы их вид внешне сохранился красивый. Их вообще только для красоты покупал. Начинаю греть сковороду. Это у меня слегка модернизированная газовая горелка. У нас на горе постоянно ветра. И чтобы пламя не задувало, я вот такой вот экран ветрозащитный соорудил. Ну и сковороду сюда. Ну, а чтобы уж совсем не задувало, вот такая дополнительная ветрозащита. Этап первый. Обжариваем лук на оливковом масле Extra Virgin. Оставьте в стороне всякий бред про то, что нельзя на нерафинированном жарить, потому что там образуются канцерогены. Канцерогены образуются, если масло перегрето и горит. Вы что думаете, если вы на рафинированном продукте сожжете, меньше канцерогена, что ли, хватаете? Ну, думать же над головой. Лук в прекрасном состоянии, уже мягкий. Самое время выкладывать каракатицу. Вот так. И вот сюда. Вот так. Сначала надо сок, потом сок выкипит. И только вот тогда каракатица и начнет непосредственно обжариваться. Становится мягкой. И этим она отличается от кальмара. Так что, если планируете вместо каракатицы кальмаров использовать, кладите их в самом конце, перед рисом непосредственно. Да, так насчет сковороды. Она называется Испания Паэльера. Традиционно Паэлью и Испания готовили на воде, а не на бульоне. И этим она, кстати, в том числе отличается от похожего на нее блюда, от Росабанды. Ролики на канале очень давно уже выкладывал. Если интересно, вот смотрите. Там еще, конечно, консистенция важна. Но сейчас не об этом, а про бульонную воду. Так вот, действительно, Паэлью традиционно готовили не на бульоне, а на воде. Потому что Паэлья, в отличие от Росабанды, гораздо более богатая на всякие вкусности. Не блюда я имею в виду. Тут белковая составляющая богатая. Смотрите, каракатица уже сок дала. Да, так о чем это я? Да, в Паэлье и белковая составляющая богатая, и овощная. Поэтому навар получается от них. Но нет предела совершенству. И понятно, что если к вот этому богатому набору продуктов еще и бульон вместо воды, то вкус будет только лучше. Кстати, смотрите на каракатицу. Сок уже выкипел, пора рыбку выложить. Так вот, поэтому сейчас все норовят Паэлью готовить с бульоном. И тут я, наконец-таки, вплотную приблизился к обоснованию размера сковороды. Ну, психологическому приему. Дело в том, что бульон насыщен всеми вкусами и ароматами. И рис этот бульон впитывает. Но способность риса впитывать жидкость, характеристика конечная. Например, вот этот, сорта бомба. 100 грамм такого риса может впитать 250 миллилитров жидкости и остаться при этом аль денте. То есть не развалиться в размазню. Но это только в том случае, если рис будет готовиться в тонком слое с большой поверхностью испарения. Смотрите, если я этот рис положу в посудину слоем сантиметр, не больше, и налью бульона в соотношении 1-2,5 по весу, то в результате такого приготовления рис получится аль денте. Но, если я то же самое соотношение риса к воде попытаюсь приготовить в кастрюльке, рис разварится. Перец добавлю, кстати. То есть в кастрюльке жидкость будет выкипать гораздо медленнее. В этом все дело. И выкладываю пасту сальморетто. Чуть позже про нее все подробности сообщу. Поэтому соотношение количества риса к размеру сковороды это та самая технологическая тонкость, о которой спотыкаются самые крутые профессионалы, если не учились готовить это блюдо по книгам, по роликам, по фильмам. Поэтому, кстати говоря, Джейми Оливера так обложили со страшной силой за его паэлью. Именно поэтому он навалил такое количество риса в свою паэлю в тот размер сковороды, что вся Испания хохотала, половина из этих хохотавших проклинала его, его на телевидении вызывали, тут просили объяснить, что же такое приготовил. То есть это очень важный технологический момент. Да бог с ним, с Джейми, ни он первый, ни он последний с паэлью портачит. Выдавлю чернил каракатиц в стакан, чтобы разбавить их бульоном. Сейчас их уже добавлять надо будет. Вот, ошибки-то лезут из того, что в книгах не пишут, почему важно использовать именно такую сковороду, именно большую. Пишут, просто возьмите и все. А кулинар, если он считает себя опытным, думает, ну ладно, нет у меня паэльеры, возьму я такую, какую есть. Сказано такое количество. Кулинар думает, так, но здесь на 3 человека, а я буду готовить на 6. И, как всегда, как он привык, увеличивать количество продуктов. А на выходе получается вот такая вот ерунда. Ну согласитесь, вот допустим, захотели вы приготовить паэлью, а самая большая сковорода у вас вот такого размера. Вы на ней картошку обычно жарите на 5 человек. Так вы уж паэлью будете готовить, подсознательно закладывая продукты в эту сковородку, из расчета на 5 человек. И попадете в просак. Знаете что? Вот возьмите сейчас самую большую вашу сковороду. Насыпьте в нее в сухую риса. Слой 5-6, максимум 7 мм, не больше. А потом взвесьте это количество риса. Прочернила забыл, добавлю их. Пусть закипят и окрасят все. Так вот, обычно паэлья готовится за счет 80-120 граммов риса на едока. Таким образом вы сможете рассчитать максимальное количество продуктов на вашу сковороду для паэльи. Ну или максимальное количество едоков. Не превышайте его. Получите одно расстройство. Вот честно. Да, так я вам обещал насчет сальморетты. Паста эта готовится элементарно. Хранится в холодильнике дня 3 точно. Моя вот неделю стоит и есть не бросит. Сначала надо нью-рисы очистить от семечек старательно. Нам нужна только их шкурка. Естественно, нужен острый нож. Если хлебушек можно и тупым порезать, то вот эти подсохшие шкурки режутся достаточно сложно. Поэтому не ленитесь точить ножи. Теперь это надо немного, совсем немного измельчить. Так, чтобы при обжарке в масле более-менее равномерно все было погружено в это масло. Да, тест самурских ножей, в данном случае кайджу, все еще продолжается. Я, кстати, так еще пока и не определился. Какой же мне нравится больше, этот или вот этот вот, который МОВИ, хай-карбон. Теперь надо разогреть оливковое масло Extra Virgin, достаточно большое количество. Оно является составляющей частью этой пасты. Поэтому здесь главное не для обжарки использовать, а именно для вкуса. Но масло в любом случае не перегреваем. Сейчас нью-рисы стремительно отдают в масло свой аромат. Масло начинает чудовищно ароматно пахнуть. И практически сразу добавляю чеснок. Я чеснок не резал. Причистый раздавил его, поэтому он и сейчас даст достаточную долю своих запахов и ароматов. И больше от него не требуется. Нужно обжаривать на среднем огне или даже на огне ниже среднего не больше полутора минут. Это если вот так вот крупно нарезанные нью-рисы. Если у вас паприка мелкая или вообще пыль, то и жарить не надо. Положили в масло и сразу продолжайте другие процедуры, потому что сгорит. Пока все масло набирается ароматов, надо слегка порубить петрушку. Особенно не усердствуя. Сейчас я ее рублю только для того, чтобы она легко и равномерно попала в готовую смесь, в готовую сальмаретту. Масло ароматизировалось всеми темперяными ароматами и нью-рис еще не успел сгореть. Самое время добавить вкусной томатной пасты. Нужно дождаться закипания пасты. Дать провариться буквально минуту-полторы. И можно добавлять петрушку. Сейчас вообще все моментально. Буквально 10 секунд. Проваривать петрушку не надо ни в коем случае. Потеряет свой аромат и свой цвет. Все, снимаю с огня. Смотрите, какая красота. О, какая паста. Конечно, теоретически можно было бы оставить ее и так, но традиционно все это дело измельчают в труху в блендере, в однородную пасту. Это у меня блендер кендерский из стеклянной колбы. И она позволяет горячее, в том числе, тоже блендировать. Так что, если у вас другие, то дайте, конечно, остыть пасте. Вот так. Ну и все это надо блендировать. Готово. И сюда его. Вот такая сальмаретта. Сальмаретта – это еще один важнейший ингредиент. Без него в 9 случаях из 10 паэльи валенсианской не бывает. Нет, конечно, в каком-нибудь там московском ресторане или там мюнхенском, испанском, аховском ресторане. Может, там и приготовят паэлью, не заморачиваясь с сальмареттой. Но я-то вам рассказываю про реалии нашего региона. Валенсия – родина паэльи. А между тем, все готово к закладке риса. Так что остается его добавить, перемешать как следует, чтобы каждая рисинка оказалась равномерно пропитана всем этим великолепием. Великолепием вкусов и ароматов. И добавить бульон. Отлично. Вот если сейчас рядом окажется какой-нибудь испанец, который понимает по-русски или хотя бы просто увидит, что он делает, возьмет он суховатую палку и как даст мне по моей лысине. Бульон надо добавлять только горячим. Но мне на улице его греть негде, поэтому не повторяйте моих ошибок. Температура бульона тоже влияет на консистенцию риса. Сейчас, кстати, очень важно распределить его по всей поверхности равномерно. Огонь, кстати, самый сильный. Мне надо, чтобы по всей поверхности кипение шло. И кусочки рыбы, каракатица тоже надо так же равномерно разложить. Как только закипит, огонь убавляем. Убавлять так надо, чтобы кипение было не слишком бурным, иначе может подгореть. Вот так будет нормально. Теперь я жду, когда бульон слегка выкипит. Мне нужно поймать тот момент, когда рис уже набухнет, по крайней мере наполовину. Тогда он частично выступит над поверхностью бульона. И вот только тогда можно будет закладывать креветки. Они же нежные. Чуть-чуть их передержал, и все, получая резиновые муляжи вместо классной вкусной креветки. Вот смотрите, тот самый момент. Можно выкладывать равномерно по всей поверхности. И если вот этих я положил для вкуса и для еды, то вот этих, в первую очередь, для красивой картинки. Выглядят они, конечно, здорово. Но вот чистить их в тарелке, пачкай руки, тот еще тракцион. Чего не сделаешь для привлечения едоков и вас, телезрителя. Осталось немного, потерпите. Смотрите, бульон почти весь выкипел, ну или впитался. И всего после закладки риса прошло, ну, минут 15-16. Сейчас я убавляю до самого слабого. И накрываю поэлью фольгой. Вообще-то традиционно накрывали полотенцем. Но оно пропускает влагу, поэтому полотенце можно и пораньше чуть-чуть накрывать. Но, кстати, испанцы, несмотря на всю свою любовь к традиционному кладу жизни, вполне себе не чураются ничего нового. Используют они фольгу сейчас повсеместно. Сейчас она еще минутки 3-4 постоит. Потом я огонь выключу, накрою поверх фольги полотенцем и оставлю минут на 10-15, чтобы рис дошел уже до полной кондиции. Полотенце, чтобы не остывало так быстро. Так что встретимся уже за столом. А пока вам основные этапы рецепта. Садитесь уже за стол. Очень насыщенный вкус морепродуктов. Рис пропитан всеми этими вкусами. И да, я паэлью не сорил, потому что рыбный бульон у меня соленый. Кстати, если кто будет интересоваться, ролик про рыбный бульон висит уже очень давно на канале. Ой, красота. Креветочку позвольте. Идеально мягкая, сочная. Очень все классно. Да, касательно выбора рыбы. Я использовал морского черта. У него достаточно плотное такое мясо, и он готовится долго. Если вы будете использовать какую-то другую рыбу, то время ее закладки в паэлью регулируйте в зависимости от того, насколько долго она готовится. Ну, сами сообразите. Дайте-ка кусочек черта, кстати. Ммм. Отлично. Да, рецептов паэлей величайшее множество. Но вот именно паэлья негра однозначно моя любимая. И, ну, важный момент, я думаю. Это блюдо все-таки не для бездумного повторения. Потому что продукты, которые вы будете использовать, наверняка будут отличаться от моих. И поэтому время закладки, время готовки нужно варьировать. То есть этот рецепт для тех из вас, кто любит думать на кухне. Спасибо за компанию. И всем пока. Да, еще раз напоминаю. Отклики-то под видео. Первая группа. Я за то, чтобы ты готовил из любых продуктов. Приготовил столько-то рецептов с канала. Вторая группа. Я за то, чтобы ты готовил только из обычных продуктов. Приготовил столько-то рецептов с канала. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok